Добрый вечер Дома чистота, как никогда, стол уже накрыт, жена какие-то бантики себе забацала, такая, как на подиуме, раскраска такая, никогда в жизни не было такого. Она говорит, что случилось? Она говорит, Сергей, с этого дня начинаем жить по принципу рыночной экономики. Сегодня у нас все стоит денег, приближаемся к Европе, так что подтягиваемся. В частности, ужин 50 рублей, согласись, недорого. Пожалуйста, здесь гречневая каша и ливерная колбаса, угощайся, все есть. Ну и вот так вот, отдал 50 рублей, поел. Дал, а пуговицу надо мне там 30 рублей, золотой мой. Дал, пришел, а пуговицу ложатся спать. Она говорит, ну а здесь, если что-то вдруг будет желание, 100 рублей. Говорит, ну у меня только 70. Лег, уснул. Ночью слышишь, и вуршится что-то такое. Он просыпается, жена стоит в сумочке у себя что-то ищет. Говорит, Зина, что там ищешь? Она говорит, 30 рублей тебе занять. Два мужика из деревни въезжают в город, надо заправиться. Подъезжают к заправке, огромная заправка, огромный плакат. Любому, кто заправится больше, чем на 500 рублей, бесплатный секс. Ну и там на 502 рубля с чеком подходят к заправщику. Там мы читали, мы готовы. Говорит, это еще не все. Значит, вы должны отгадать число от 1 до 10. Вот я сейчас загадаю, вы должны отгадать. Давай. Три. Нет, семь, извини. Ну что, они взяли, уехали. На следующий день катались весь день. Надоели на 512 рублей. Приходят это мы, мы вчера были. Раз, два, чек. Давай, число. Семь. Говорит, восемь, извини. Да ну, ёпка. Они уезжают один другому, говорит, а тебе не кажется, что он жулик? Говорит, не скажи. Моя жена на той неделе два раза выигрывала. Мужик купил себе корову. Кормил, поил. Пора подумать о потомстве. Он через интернет вызывает хозяина какого-то племенного быка. Тот приводит быка на сучку. Бэй, красавец, цепь такая, татуировка и все. Лакированный копыт, оно пришло к человеку. По всем правилам говяжьего съема подходит к корове тебе. Она садится вот так, копытка крест-накрест. Он и так, и так. Ничего не получается. И бизона вызывали какого-то. И в Беловежской пущи зубра последнего бедалагу больного привезли. Приходит петеринар, говорит, я извиняюсь, я взял корову. Она чисто внешне как все. Я серьезные деньги отдал. Она ни с кем вообще никак. Вы можете сказать? Она вообще ни с кем никак. В Рязани брал? Да, как вы догадались? У меня жена с Рязани. Спасибо. А я тут недавно на охоту сходил. Нормально, поохотились, говорят. А я фотик взял. И как папарадзе. Челк, класс, класс. Чтобы посмотреть потом память, восполнить, что там было на охоту. Сейчас сдал это. Сделали фотки. Все, сам не видел. Компромат на дядек своих буду собирать, да? О, классно. Это я, кстати, сразу я. Классный ракурс. Это я с кабаном фотографировался. Вот я, вот кабан. А, нет, наоборот. Вот, вот кабан, а вот. Похожи мы тут с ним. Чтобы не брить его в кельняшках. А, это кабан нас братом фотографировал. Что это не я? Это я. О, это Иван Сотехник в свадебном костюме. Женился мужик, наконец-то. И сразу на охоту. Он фанат, у него амуфляжная бабочка. Сразу пришел, давай ему стрелять. Узять. Нормальный мужик. Моей бабой сестру взял в жены. Тоже бабу. Это так смешно. Без сестры, обе бабы. Это Гришка в кустах затаился. Взгляд сосредоточенный такой. Чего? Да не, какая засада. Желудком у него проблем. Не, ничего серьезного. Мы же у Лёхи в гараже с мотоциклом ковырялись. Ну, ясно, что пили. Что мы, с мотоциклом, что ли, пришли ковыряться? Да и не было мотоцикла никакого. А Гриша пришел, не здоровавшись, наше сразу все выпил. И закусил тут же с верстака полбалки варенья. С него с повидлом вернее. А это солидол был. Мы даже предупредить его не успели. Да и не хотели, чисто. Наоборот, двигались маску, он хапал ладошками, пока не понял. Сейчас с организма все выскальзывает. Так что охотой просиделку ставлю. Это Егор на спине бугор, кузнечиков ловит. Раньше же тоже любитель бы это делал. Мы взяли его к экстрасенсу, повели. Тот его заколдовал, все, сейчас на водку смотреть не может. Закрытыми глазами жрет ее и все. Он вообще странный, я к нему сейчас заходил, а он брюки гладит и орет. Утюгом прям гладит и орет. Привычка идиотской брюки на себе гладить. Это Федька в траве запечатлен. Ну устает, Федя, устает. Он же с девятого дома Вальку в жены взял. А их две сестры близняшка. Ну хитрые. Одна замуж выскочила, обе Федьки пользуются. Он их не различает, они не похожи, он их не различает вообще. Все же он дурак, что ли, да? Две-то больше, чем одна. Это Коля с Зюкин в зубах ружьем ковыряет. Все удивляется, как его баба узнает, что он поддал. А что его узнавать, когда пьяный пальто в трусы заправляется? Ну как и на фотке здесь. Это же... Это Женька в речку тащит мужики. Упирается, орет, как чайка. Воды боится, как огня. Что, боится? Мы в прошлом году рыбу глушили. Он дурак купаться полет. Все части организма над динамитом и оторвало туда. Мы ныряли, потом части разыскивали, обратно к нему прилепляли. Одну часть так и не нашли тогда. Хорошо его баба сказала, что он на этой части и до взрыва не замечал. Сейчас нормально, кстати, играть в театре. Актер сейчас он такой. Он любитель драмы. Раньше, правда, давали роли героев-любовников. Сейчас трусов импотентов. Все. И до взрыва. Пошел компромат. Это я. Сплю валяюсь в позе бегущего. Кошмар. Ноги связаны, руки связаны. Бутылка под башкой. Упью, узнаю, кто сделал. А это же такое. Мужики. Наши за бабой бегают за какой-то. Кошмар. А баба голая, как правда. Наглая. С одним целуется, с другим тут. Смотреть стыдно, честно говоря. Где они надыбали ее, там кроме моей Людки-то не было никого. Ладно, потом досмотрим. Я извиняюсь. Игорь Варенко. Спасибо. Спасибо.